С Андреем Пятовым снимаем выпуск. Доброе утро. Нам вязали. Представляешь, форму у нас было вязаной. Был Саня Кучерева, так модель называли. Я уже и не плачу. Ну и ладно, играл против Роналда Месси. Знаешь ли ты. Витя, будешь поиграть. Ребята, всем привет. Канал 1.1. Сегодня мы с Андреем Пятовым снимаем выпуск. Доброе утро. Первая футбольная форма. Ой, помню, у родителей заказывали, ну, тренер наш, там, говорит, вот, есть возможность, но это было еще в 90-е. И родители сдавали какие-то деньги и нам вязали. Представляешь форму? У нас была вязаная. В дольше нельзя было играть. Алисон или Эдерсон, честно, лучше? Ты знаешь, одинаковые. Ну, мне кажется, с моей точки зрения, Алисон, ну, э, линии, наверное, лучше. А Эдерсон, более увереннее ногами. Ну, да, более страхует, наверное, как страховая там, правильно. То есть, ну, это все зависит от стиля команды. То есть, я думаю, Алисон был бы в Манчестер-Сити, у него тоже намного другие футсы были. Первый футбольный клуб, за который вы болели? Тирканибас. Наверное, из самого детства. Не, ну, конечно, были там в Манчестер в то время, но в Милан. Есть клуб, в котором вы мечтали где быть? Да нет. Я в нем сейчас. Если бы имени Андрея не существовало, каким именем вы хотели бы вас наставить? Меня абсолютно устраивает. Даже никогда не задумывался бы. Первый футбольный матч, который вы посетили? Наверное, тут же звезды в чемпионате Украины, наверное. То есть, когда мячики подавали, это лет 7-8 у нас на начале. Ну, вот я не могу вспомнить, с кем. Самый умный человек в команде? Самый умный? У нас шефтери. Да. Ну, я думаю, Тарас Типаненко. То есть, он много читает. Видно, там, в перелетах и за компьютером сидит, что-то там пишет. То есть, я не сомневаюсь в развитии. Ну, у нас очень много. У нас даже молодежь старается читать, там, развиваться. Тарас книжки раздает? Ну, меняемся. Иногда кто-то прочитает, просим. Это правда, что золотая медаль и школу закончил? Тарас? Ну, я так слышал, да. Я думаю, все-таки все равно от родителей все зависит, если родители ставят определенную там задачу своему ребенку, чтобы он там хорошо учился. И стоят на этом, поэтому, я думаю, они и добились того, чтобы он там хорошо закончил. Первый футбольный кумир? Ну, я же говорю, вы же спросили кумир. Я, наверное, в то время, там, близнюк, наверное, как мне импонировал вратарь. Ну, конечно, Саша Шавковский потом. Уже, когда телевизор появился, можно так говорить, там, больше матчей смотрел. И сборная, они нам уже лет, наверное, 12-13 было. А кто самый стильный в команде? Ну, на себя, был Саня Кучерова, так она модель, называли бразильцами. Ну, у него там просто у жены магазин был, ну, и есть, по-моему, сейчас просто был в Донецке, одежда модная. И, в принципе, у них хороший вкус, и он всегда так со вкусом, стилем, там, элегантно одевается. А так, в принципе, все сейчас, по-моему, доступно всем во много раз больше. Первые, когда плакал в футболе? Да, я уже и не плачу, в принципе. Прогрешенные, либо на Кабакумные. Нет, уже, наверное, столько пережил уже. На чемпионат мира они? Да, нет, я как-то, как-то, у нас был чемпионат Европы, помню, мы месяц сидели на чемпионате Европы, заняли второе место, и потом поехали на чемпионат мира. Помните, Саша, ну, вытащил три пенальти от швейцарца. Да. Ну, мы, наверное, настолько уставшие уже были этими переездами, то есть, ну, радость была безграничная, но слез нет. Самый сильный игрок, против которого вы играли? Это их много в каждой команде. И главное, я играл против Роналда Месси, да? Наверное, кто уже о чем-то говорит. Что, Месси или Роналда? Ну, мне больше в плане таланта Месси, но в плане работы именно над собой, и это Роналда. Первые отбитые пенальти на профессиональном уровне, помнишь? Наверное, за Ворску-2. Это же профессиональный брейд, правильно? Да. Как жена мне говорит, мы поцеловались первый раз, она пришла на игру второй команды, я тут пенальти, она загадалась, а то отобьет, вот все, поцелую его. Первая машина? Opel Vecco. Какого года было? Ну, 2006-й, получается, и чемпионат Европы, и мира, и получилось, дали премиальный, и мне как раз хватило на квартиру в Волтаве, я купил здесь, и машину. Первая позиция на поле? Так, как любой пацан, наверное, пришел, там, 7-6 лет, наверное, в поле побегал, месяца 3 где-то, полугода, потом встал в ворота с вами, и все. Самый сильный партнер по команде за все время? Да, их много было, разные позиции. А ну, топ-3 самых таких? Да нет, ну, я, конечно, у нас показатель, то, как игроков покупает, да, ну, если это атакующий, то, конечно, у нас бразильцы все, и Вильям, и Дуглас, Костом, то есть, защитники от Саня Кучер, то есть, Криво, тоже, я считаю, очень сильные защитники, и опорный Фернандинио в плане, как, с мячом именно мог развернуть Фред, замечательно, ну, а в отборе, наверное, Степаненко нет равных, цементирование центра. Сколько лет длилась Столетняя Война? Нет, я думаю, ты ответил им. Нет, это, кстати, неправильно ответил. Да. С 2016. Да? Ну, уже, да. Уже, да. Близ. Да, вот, я же говорю, да, он где-то не всегда там, ну, держал там линию какую-то, то, что тренера, но, конечно, левая лучше в мире, наверное, не видел еще. Знаменитость, которой хотели бы сделать фото? Киану Рьюз мне импонирует, именно как человек, я много, ну, как, достаточно читал про него, про его, там, судьбу, про его жизнь, поэтому, так как он себя ведет, мне очень импонирует. Как можно бросить яйцо, чтобы оно пролетело три метра и не разбилось? Вверх. Есть слово «паразит» какое-то? Да, есть, конечно. Я думаю, у каждого человека есть слово «паразит». Я не слежу за собой, но знаю, что оно есть. Короки или дискотека? Сейчас. Сейчас уже нет. Нет, ну, я не еду. Нет, наверное, ну, раньше, наверное, дискотека, караоке я не сильно любит лететь, но уже, в принципе, давно был и там, и там. Какая любимая песня? Я меломан. Все, от настроения зависит. Могу металлику послушать, попсу, могу рэп. Будут у нас пять песен? Должны быть и выгодать, что за песня. Ну, знаешь ли ты? Так я тебе скажу, в Полтаве, ну, очень популярная штука вышла, и во всех машинах, я не знаю, там, троллейбусах звучало. На концерты какие-то ходили? С женой ходил на Скорпионс в Донецке. Очень круто понравилось. Хотелось бы куда-то в Европу на большое, где шоу строят. То есть у нас не всегда там редкость бывает, приезжает, а еще с нашим графиком практически не попадаешь. При просмотре какого фильма Глоплана? Я такой сентиментальный, могу быть. Не знаю, то есть много. Который счастливый конец или там чуть-чуть драматуре. Хатик они? Я не смотрел. Я знаю, что фильм, поэтому, ну, такой печальный, поэтому... Окей, вторая песня. А, да, это, это, ну, Боярский. А, нет, Владимирский Централ, я-мое. Да, или? Да. Ярика любимая. Ракицкого. Три секунды, здорово. Владимирский Централ, Ветес-Эвери. Этапом из зубы, Ветес-Эвери. Какое любимое заведение в Киеве? Ну, а сейчас пора рекомендуем. О, я говорю, Ма. У меня в доме есть Маша Кейт, называется, на Драгомире по 12. Так что приходите, очень вкусная кондитерская. Саня Усик тоже любит. Это в нашем доме просто находится. Следующая композиция. Саня Усик. Саня Усик. О, я, это рэпы, да, какие-то эти? Эта дочка, наверное, уже слышит. Это у меня, да, это дочка молодежи. Я просто не знаю, их много, столько этих. Ну, я понял, что, я не назову там, ну, я поймаю, кто это эти, Фидуки там, да? Ну, это близко, да? Ну, Элджей там. О, попали. С Элджей, а песни? Не, не знаю. У меня есть, ну, в моем репертуаре тоже там, Фидук, но это хиты их, знаешь, которые больше всего. А, это, типа, генералы песчаных карьеров, да? Фанатик, конечно. А, и барские, да? Или, как-то, 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 «Патруга ночная» или нет. Ну, у меня есть эта песня, я в родной, не помню, как называется. Часто пишут в Инстаграме с просьбами «болт» разные? Да, часто. Вообще-то, отвечайте в Инстаграме как-то. Ну, не сильно, да? Что нужно сделать, чтобы учить футболку Андрея про то? Да, я их, в принципе, всегда стараюсь дать, просто стараюсь на нужды, где-то на аукционы какие-то. Часто превышаете скорость? Все без... Мы безрежны, да? Мы не безрежны. Поэтому, да, бывает. Все, я стараюсь аккуратно. Все-таки, стаж есть какой-то и понимаю, что можно, где можно, а где нет. Какой последний штраф, на какую сумму? У меня вообще один штраф. И был это... Я развернулся в неположенном месте, ну, не через двойную сплошную, а просто был поворот, а там не увидел знак, что нельзя разворачиваться. Ну, сделали протокол, заполнили, оплатил штраф. На ютубе что смотрите? Да, да, я в основном научные программы, знаешь, что-то, космос, и планетяне. Не, я футболу не смотрю. Мне хватает, да, там, внефиналы, там, левый чемпионов, хорошие игры, да, мы можем собраться. В Бедняковым особенно. Любим посмотреть футбол. Приходилось когда-нибудь говорить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я намек понял. Витя, будешь в программе. Ребят, подписывайтесь на канал, хороший канал, мне понравилось. Сейчас, правда, в машину проверю, там ничего не пропало. Так что подписывайтесь, я рекомендую.